Доброго времени суток, дорогие подписчики Антитопора! Третий по счету выпуск проекта OnAir. Сегодня, ну я думаю, что сегодняшний выпуск будет примечательным, он запомнится многим, потому что сегодня у нас великолепный гость, армянский политолог, руководитель аналитического центра Восконопад Левон Грантович Мелик Шахназарян. Добрый день, Левон Грантович! Спасибо, что вы присоединились к нам сегодня, спасибо, что выразили желание ответить на наши вопросы, на вопросы наших подписчиков. Также хочу представить, что в эфире будет и Вадим Арутенов, который подготовил свои вопросы, а также напомню, что не далее, чем день назад, мы в своей группе Антитопор выложили информацию о том, что будет вот этот эфир, и дали возможность нашим подписчикам подготовить свои вопросы. И, соответственно, самые интересные вопросы, которые были в комментариях, мы выписали, и сегодня их зададим Левону Грантовичу. Добрый день, Левон Грантович! Добрый день, Вадим! Значит, еще раз спасибо, что присоединились к этому выпуску. Вадим, если можно, я знаю, что ты подготовил какие-то свои вопросы тоже к Левону Грантовичу. Вопросов, на самом деле, много было, и, конечно же, большая часть, наверное, вопросов была связана с последними, если так можно назвать, событиями, да, в Нахичеване. Вот, поэтому, если можно, мы как-то с тобой, наверное, будем чередовать вопросы, да, ты будешь от себя, а я от подписчиков. И, соответственно, на правах создателя Антитопора давай ты задашь первый вопрос. Да, спасибо за предоставленную возможность. Левон Грантович, ну, естественно, самый первый вопрос будет на ту тему о происшедшем буквально несколько недель назад на Хиджеване. Многих интересует такой вопрос, что за высота была взята армянскими войсками. Одни пишут, что, например, на азербайджанских сайтах, некоторые даже на армянских сайтах, пишут о том, что эта высота и так была нашей территории Армении, только контролировалась Азербайджаном. Другие пишут, что высота была на территории Азербайджана. Вот, если можно, поподробнее, что это за высота и как прошла операция? Ну, назвать это высотой сложно, конечно, поскольку это огромная гора и примерно по длине до 23 километров она сейчас занята нашими бойцами. Гора в действительности находилась на границе еще с Азербайджанской, Азербайджанской, Афтанфумией и контролировалась, и сама гора, и подступы к ней контролировались со стороны азербайджанских вооруженных сил. Вот, поэтому мы можем смело утвердать, что на сегодня ситуация абсолютно полностью изменилась. Во-первых, поднявшись на эту высоту, армянские войска получили возможность контролировать огромные территории Нахчеванской автономии. Не будучи военным, хотя и достаточно близко связанным с этой сферой деятельности, я могу сказать, что примерно до 300 квадратных километров сегодня контролируется территория Нахчеванской автономии и контролируется со стороны наших войск. Одновременно от 200 до 250 квадратных километров армянской земли до недавнего времени, до начала прошлого месяца, прошу прощения, находившаяся под контролем азербайджанских войск, перешла полностью под наш контроль. Вот, в действительности это да, это территория Армении, но она находилась под контролем Азербайджана. Фактически мы не переходили границу с Нахчеванской автономией, но сумели полностью переломить военно-стратегическую ситуацию на этом участке границы. Но если это географическое положение было в республике Армения, то как получилось так, что их войска были на этой высоте все эти годы расположены? Все обстоит несколько иначе. Дело не в том, что их войска находились на нашей территории. Формально они границу не переходили. Граница там имеет форму дуги, полукруга. И вот нижние части этой дуги, нижние части этого полукруга, они составляли свое время границу. Установив посты на этих дугах, опускающихся в сторону Армении, они перекрыли дороги, формально не переходя границу Армении, они перекрыли дороги, возможность пользования этой землей. И это продолжалось с самого начала. Дело в том, что вы, наверное, знаете, что в 90-х годах, когда была агрессия Азербайджана против республики Арцах, Нагорника Арбасской республики, Нахачеван тогда заключил с Арменией сепаратный мирный договор и не принимал участия в боевых действиях. Поэтому как-то вся эта граница с Нахачеваном, она была спокойной, там не проводились боевые действия, и особого контроля над этой территорией не было. И когда уже в середине 90-х, когда было заключено перемирие между Нагорной Арбасской республикой и Азербайджаном, и вроде бы вот был установлен мир, вот именно в этот период азербайджанские войска установили там свои посты, отрезав от Еревана, из-под контроля Еревана, вот эту территорию. И вот эта ситуация продолжалась до последних дней. То есть, не переходя границу, они завладели достаточно большим куском земли нашей. Конечно. Выбивать их оттуда с помощью грубой силы было бы чревато, конечно, осложнениями в политике, политическими осложнениями. Поэтому было принято решение сделать все это вот таким неожиданным, мирным, военно-мирным, если вам так выразить, броском, что и было блестяще исполнено. Теперь, когда наши оказались на доминирующей над всей этой местностью горе, все эти посты, они просто сами убежали оттуда. Территория-то полностью освободилась. Она сейчас абсолютно мирная. Может быть, даже самая мирная, приграничная часть Армении, потому что она прикрыта как географически, так и чисто с военной точки зрения. Военно-стратегической, да? Ну, в данном случае с военной. Потому что там все же стоят наши солдаты, наши бойцы, и прикрыли эту территорию, которую просто невозможно будет отбить силы. На это не хватит всей мощи вооруженных сил Азербайджана. Высота горы достигает до трех с половиной километров. Вы представляете эту ситуацию? Завладеть такой высотой с боями, это невыполнимая для нынешних вооруженных сил Азербайджана задача. Агаси, вопрос. Да, здорово, потому что на самом деле очень много, опять же, вопросов, и зачастую они повторялись. И вот даже одним этим ответом многие вопросы уже закрылись, да, скажем так. То есть фактически получается, что мы не пересекали там госграницу Азербайджана, когда поднимались на эти точки. Ничего мы не нарушали в этом плане. Правильно я говорю, да, Ливон Гранд? Да, абсолютно верно, Глазик. Здесь спрашивает наш подписчик, Григорий Силиадис его зовут, спрашивает, возможно ли на новых позициях разместить тяжелое вооружение, например, артиллерию, РСЗО, ГРАД и так далее. Некоторое тяжелое вооружение уже там есть, уже размещено. Там проводятся очень серьезные, очень масштабные инженерные работы, в том числе по подведению коммуникации. И я думаю, что да, в очень скором времени там будет еще вооружение, причем большей частью не оборонительного характера, потому что оборонять эту гору достаточно просто. А на случай каких-то непредвиденных или, может быть, даже давно ожидаемых действий со стороны Азербайджана. Там у нас будет хорошее вооружение и хорошие возможности для пресечения любых поползновений в нашу сторону. Ну, спасибо. На вопрос подписчика, я думаю, ответили. Вадим? Левон Грантович, есть еще такая штука в интернете, в сети обходят. И азербайджанцы, и вообще Азербайджан мощно кичатся своим вооружением. Но мы при этом ничем не кичимся. Такое ощущение, что у нас вовсе ничего нет, ничего нового не закупается. Это делается с точки зрения какой-то стратегии, секретности? Или все-таки у нас действительно с этим как-то туго? Ничего у нас не туго, я вам так отвечу. Нынешнее вооружение армянских армий и Азербайджана сопоставимо по любым параметрам. Количественным, качественным, уровню современности и так далее. Все это сопоставимо. В чем-то мы уступаем, в чем-то превосходим. А в целом, если взять, то абсолютно сопоставимые цифры и возможности. Я имею в виду технические возможности, не военные. Военных возможностей у нас намного больше. А в чисто техническом плане все у нас сопоставимо. Повторяю, в чем-то мы уступаем, в чем-то превосходим. В среднем у нас все абсолютно сопоставимо. Другое дело, что Армения давным-давно еще приняла на вооружение принцип ни сообщения, ни публикации, ни обнародования того вооружения тех цифр полностью, которые у нас есть. Но еще раз повторяю, сегодняшнее вооружение Азербайджана и армянских армии, оно абсолютно сопоставимо. Спасибо. Левон Грантович, следующий вопрос задает Крист Карапетян, наш подписчик. Спрашивает он, вот по вашему мнению, может ли Азербайджан представить миру взятие или освобождение армянскими войсками территории в Нахидживане как агрессию и сможет что-то выиграть вообще в политической арене? Нет, у Азербайджана нет этой возможности по двум причинам. Первое, мы на самом деле не переходили границу, государственную границу еще советской Армении. То есть у Азербайджана нету никакого повода для обвинения нас в агрессии. У нас произошла передислотация войск на территорию Армении. То есть в реалии это так и звучит, так и есть на самом деле. Это первое. И, кстати, об этом уже говорил министр обороны Азербайджана, Загир Гасанов, что установили несколько постов и думают, что достигли успеха. Это дословные его слова. На самом деле успех колоссальный. Я вам скажу абсолютно не преувеличивая, что за все 20 послевоенных лет у нас даже близко не было такого впечатляющего военно-политического успеха, военно-стратегического успеха. Фактически армянский солдат оказался там, где в последний раз армянский воин проходил еще при Зораваре Андронике, при полководце Андронике. Армяне знают, кто это такое. Для русских и русскоязычных читателей, слушателей скажу, что это выдающийся деятель армянского национально-освободительного движения конца 19-го, начала 20-го века. У Азербайджана нет никакого повода и никаких оснований для предъявления каких-либо претензий нам или мировому сообществу по части передвижения наших войск на территорию Армении. Спасибо большое, Вадим. Леон Грантович, еще вот такой вопрос у меня остался об анклавах. Люди старшего поколения, молодежь может и не знать, что на территории Азербайджанской тогда СССР были расположены, по-моему, два или три армянских анклава, даже там села имелись. Вот какова их сейчас судьба? На территории ли они Азербайджана? Есть ли с ними связь? И живут ли там сейчас армяне? Нет, конечно, армяне не живут. Из деревень была одна деревня, она находилась географически на территории Гитобельского района Азербайджанской СССР, хотя административно относилась к Армении, Красносельскому району, ныне Чамбарарскому району Армении. Это село Арцвашен, или Баштент, как его любят называть азербайджанцы. В селе армяне, естественно, не живут, и вообще в Азербайджане армяне не живут. Оно сейчас контролируется ими, и живут там, насколько мне известно, переселенные из Турции курды. Другие антлавы, они принадлежали Нагорно-Тарабахской республике. Есть парочка территорий. Это для горных сел на равнинных местностях выделяли место для сеяния хлеба, пшеницы. Значит, вот эти антлавы, принадлежавшие Мартунинскому району и Мартокерскому району Нагорно-Тарабахской республики, они также остались сейчас за пределами Нагорно-Тарабахской республики и контролируют со стороны Азербайджана. Но населенных пунктов, армянских населенных пунктов в Азербайджане не осталось. И в этом сейчас огромное наше преимущество. Но я знаю, что и азербайджанский анклав был на территории Армении. Да, был анклав, принадлежащее село, принадлежащее Нахчеванской автономии, село Кярки, ныне оно называется Тегранащем, прошу прощения. Сейчас оно административно относится к Араратскому Марту в республике Армении. И живут там армяне, естественно. Ясно, спасибо. Левон Грантович, здесь следующий вопрос задает подписчик Сиван Нерсисян. Я, единственное, несколько переформатирую вопрос. Речь идет о освещении вообще вот этой новости. Потому что поначалу, насколько я помню, эта новость особо как-то не звучала на армянских каких-то источниках. Не раскрывалась, подробности не раскрывались. Но следом вопрос задается таким образом, что не сильно ли мы, собственно говоря, раздули эту новость. То есть, что вот это действительно такая очень знаменитая для нас вещь. Не сильно ли мы раздули с учетом того, что на госгранице мы не нарушали, мы всего лишь действительно пришли на свою же территорию и заняли позицию. Был даже ответ МИД, МИД Азербайджана, но как-то позиция все-таки официального Азербайджана. Министерство обороны. А, обороны, да, прошу прощения. Вот позиция официального Азербайджана все-таки вот к этому вопросу. Потому что на каких-то источниках азербайджанских, ну это уже неудивительно, но тем не менее, писали, что и госграницы нарушили даже. Вот говорят ли вообще, официальный Азербайджан говорит об этом, и реакция вообще какая? Значит, безусловно, проведя вот всю эту операцию, она была достаточно более чем сложной и очень успешно выполнена. Мы не поднимали шума по этому поводу определенное время. До тех пор, пока в азербайджанской прессе вдруг не стали писать об этом буквально в одной части. Все начали писать, что армяне перешли в наступление, захватили высоту, население Нахачевана в панике, они убегают оттуда. Это, кстати, все было, но было как бы дни за 10 до этого, до того, как они стали писать. Я был на этой территории до того, как в Азербайджане поднялся шум по этому поводу, но не считал нужно писать. Сразу же они молчат о своем поражении, зачем нам говорить об этом? И лишь после того, как они стали писать, и буквально там бои какие-то описывали, несуществовавшие ни разу и никогда, и так далее, я опубликовал статью, пожалуй, первую статью в армянской прессе с фотографиями, с видеоматериалами и так далее, того, что там происходило и что там произошло. И, естественно, написал, что никаких боевых здесь и там не было. Их на самом деле не было. Все было сделано без единого выстрела. Теперь, что касается... Официальная позиция Азербайджана, они, пожалуй, две недели молчали, а потом написали о том, что ничего страшного не произошло, армяне просто понаставили несколько новых постов на своей земле. Формально это правильно. Фактически, конечно же, это признание собственного поражения, потому что вот эти самые несколько постов, я это произношу в кавычках, полностью изменили военно-стратегическую ситуацию в регионе. Что касается, сильно мы раздули или нет, наоборот, я считаю, что мы очень мало пишем об этом и, к сожалению, очень мало журналистов рискует подняться на эту гору, чтобы все увидеть своими глазами. Там чисто физически пока подниматься сложно. Дело в том, что человек, задавший этот вопрос, должен задаться и другим вопросом. Когда еще в последний раз мы возвращали своему народу своей же земли. Это было 20 лет назад. Понимаете? То есть, вот за весь этот период мы сидели и как бы гордились нашими предками или старшими братьями. Сегодня нынешняя наша молодежь, наши вот обыкновенные срочные солдаты, срочные службы и так далее, они совершили то, чем мы гордимся уже 20 лет. Я не военный эксперт в том понимании, в каком он должен быть, но я еще раз скажу, что там ситуация абсолютно полностью изменилась. И сегодня не гордиться этим, не гордиться теми молодыми ребятами, которым удалось без звука, без шума, без хлипа, без схлипа, сук и так далее подняться на гору фактически в самом прямом смысле этого слова, просочившись между двумя рядами постов, которые стреляют по всему, что движется, и уже утром разогнать их всех. Я вам вот просто пример приведу. Была команда не издавать никакого звука, так чтобы, ну, я не буду сейчас все военные хитрости раскрывать, но чтобы не было бы шума. Так вот, там парень отступился, упал на руку, сломал себе мизинец и безымянный палец. И даже падая, ударяясь рукой и так далее, он ни сону не издал так, чтобы не подвести своих друзей. Почему бы этим не гордиться, почему бы об этом не рассказывать? Я думаю, что мы должны это делать. А сколько человек принимал участие в операции? Вадим, можно я вам отвечу другой историей? Спустя несколько дней после того, как наши ребята освободили Ходжалу, уничтожили там незаконные террористические формирования Азербайджана, туда приехал министр иностранных дел Ирана. Я его отвез Ходжалу, и вот, когда он смотрел, он у меня спросил, господин Марище Анатзаря, насколько солдат принимал участие в этой операции? Я ответил, ровно столько, чтобы хватило. На все те, да? Я также ответ адресую вам. Хорошо. Леон Грантович, нельзя не говорить еще и о происходящем в последнее время событиях на фоне той же Украины, Ближнего Востока и у нас тоже неспокойно в Армении в том же Тавушском Марсе. Практически каждый день какие-то перестрелки со стороны Азербайджана пуляют на территорию Армении, как я вот читаю, смотрю, это попадание и в детские сады, и в школы, и в жилые дома. Скажите, со стороны правительства Армении какие-нибудь адекватные действия применяются в отношении Азербайджана или мы все-таки пацифисты? Нет, если бы мы были пацифистами, нас бы давно не было. начну с этого. Безусловно, все адекватные меры принимаются абсолютно адекватные в нашем понимании, в армянском понимании. Безусловно, делается все для того, чтобы защитить мирное население от вот этой беспорядочной стрельбы. Скажу вам, что в того же там регионе это происходит не вчера, почему-то сейчас больше внимания стали на это уделять. Это происходит достаточно давно. Все это с особой силой стало проявляться во время визита Хиллари Клинтон, когда она приехала в регион, была в Азербайджане, в Армении, в Грузии. И я вам скажу, все это имеет больше политическую, чем военную подоплевку. То, что сейчас творится на границе Армении с Азербайджаном, вся эта стрельба, она, кстати говоря, больше раздувается с их стороны, чем с нашей. Азербайджану очень важно показать, что у него конфликт с Арменией, а не с Нагорной Карабахской республикой, самоопределившейся по всем правилам международного права. Но, впрочем, к этому и призывал Гейдар Джамаль недавно. Я не слышал, я не читал, не знаком, к чему он призывал в данном случае, но Гейдар Джамаль, я вам скажу так, это допростят меня радиослушатели, я не хочу сейчас абсолютно теми словами высказываться, какими я о нем думаю, но этот человек крупнейший провокатор, и он, вся его идеология, так называемая идеология, она направлена не только против России или Армении, но и против христианства вообще. Поэтому я отношусь, я, конечно, читаю, знакомлюсь с его выступлениями и так далее, считаю, что этого человека нельзя воспринимать всерьез, как чьего-либо союзника, кем бы он ни был. Не будем говорить сейчас о нем, а вернемся к нашей ситуации. Азербайджану очень важно показать миру, что у него конфликт с Арменией. В этом случае, конечно, Азербайджан как бы добавляет к нынешней ситуации, он подводит, ретранслирует на прошлой ситуации и пытается представить Армению как агрессора. Вы будете в Ереване, Вадим, я вам подарю книжки мои, это сборник документов, приобретенных нашей разведкой в годы войны. То есть, это там документы азербайджанские, секретные и суперсекретные документы, где четко показывают, что агрессию завершил Азербайджан. Агрессия была направлена против Нагорных Арабахстан республики, и все сегодняшние потуги Азербайджана преподнести войну 1991-1994 году как агрессию Армении, нам просто необходимо каким-либо образом нейтрализовать, в том числе и публикации документов. Но вот эти перестрелки на границе, они направлены именно на это, на то, чтобы на слуху у зарубежных политиков, политологов, да и просто читателей сформировалось бы мнение о конфликте между Арменией и Азербайджаном, при том, чтобы Нагорный Карабахстан регион, Нагорный Карабахстан республики как бы полностью вышло бы из информационного поля. Ясно. Агасий? Да, Левон Грантович, я хотел сказать вам, что нашу группу просматривают и азербайджанцы, да, соответственно, вот один из... Кстати, я перебью, они находятся, вот вчера я последний раз смотрел на пятой позиции Азербайджана, если по странам смотреть, самых десятка первых, которые заходят в нашу группу, читают и смотрят, Азербайджан занимает пятую строку. Ну, возможно, что скоро это будет даже в топ-3, а может быть и на первом месте. вот один из, да, скажем так, подписчиков из Азербайджана, Рамин Сафуев, тоже хотел бы вам задать вопрос, цитирую, вступит ли Азербайджан, как вы считаете, в Евразийский союз, если вступит, то повлияет ли это на урегулирование армяно-азербайджанского конфликта? Ну, вступит Азербайджан или нет, это, в общем-то, решает Ильхам Алиев, да, я думаю, что нет, думаю, что нет, хотя какие-то побуждения у Ильхама Алиева могут быть свои или свое мнение и так далее, думаю, что нет, хотя бы потому, что в этом случае под таможенный контроль попадает вся вытекаемая из Азербайджана нефть и весь газ, то есть Ильхам Алиев и его семейство лишается крупного левого дохода, крупнейшего в этом случае, или придется договариваться уже и с Казахстаном, и с Белоруссией, и с Москвой и так далее, находить какие-то коррупционные новые каналы, что, я думаю, достаточно сложно будет в данном случае. Это первое. Второе, Ильхам Алиев или Азербайджан, экономика которого полностью завязана сегодня на Западе, примерно на 92% завязана на Турции, и на Западе, вряд ли захочет лишиться всех этих налаженных каналов. Тут я уже говорю о государственных интересах, а не о частных, именно Ильхама Алиева. С другой стороны, конечно, если и Азербайджан, и Армения окажутся в едином каком-то, пусть даже экономическом союзе, то это может помочь решению Нагорной Тарабахской проблемы. Какие-то новые точки соприкосновения появятся, какие-то новые возможности для договоренностей появятся. Другое дело, что я вовсе не уверен, что Евразийский союз родится и заработает в полной мере так, как он сегодня преподносится. Но это уже, как говорится, из другой пьесы. Спасибо, Леон Грантович, Вадим. Еще одна из муссируемых таких вот слухов, сюжетов, которые везде показываются, рассказываются, особенно это любят в Азербайджане. Последний сюжет из Астаны, сказанный Нарсултаном Назарбаевым. Какие у вас комментарии на этот счет? Вообще собирался ли Арцах в догонку за Армению вступать в таможенный союз? Я понимаю, что вопрос звучит глупо, но это для армян глупо. А вот Азербайджан вокруг этого много шума поднял. Я думаю, скорее всего, этот ответ для них прозвучал. Я вообще постараюсь ответить для всех, в том числе и для России, и для Казахстана, и для Азербайджана. Дело в том, что любая страна, любое государство сама определяет свои таможенные границы. Это аксиом. Любое государство может вывести часть своей территории, из-под таможенного поля, из таможенного поля, ну вот, хотя бы, известные всем нам duty-free в аэропортах, они же вне таможенного поля. или зоны освобожденные, так называемые, офшорные зоны и так далее. Они хоть и частично, но также выводятся из таможенного контроля государства. То есть, таможенные границы свои государство определяет само. И совершенно недавно наш президент, Сергей Сарксен, как раз об этом и сказал, что Армения вступит в Евразийский союз со своими границами таможенными имеется в виду. Что касается Нурсултана Назарбаева. Нурсултан Назарбаев является одним из претендентов на единоличное лидерство в тюркском мире. Наряду Сердоганом, премьер-министром пока еще Турции, и, как бы эта страна ни звучала, Ихам Малиевым. Нурсултану Назарбаеву необходимо было показать миру и всем зрителям, и своим избирателям, и просто тюркам, которые не являются избирателями его, показать свою обеспокоенность с тюркскими интересами, что он занимается этими интересами. На самом деле, то, что он говорил, это в первую очередь было обращено к тюркскому миру, во вторую очередь это было обращено к самой России, поскольку у Казахстана свои проблемы, таможенные проблемы с таможенным союзом и с Евразийским союзом. То есть, это был своего рода тот. И тогда, и сейчас я это выступление Назарбаева сравниваю с петухом, который заявляет, я про Кукарек расцветет там или нет, это уже не моя проблема. Другое дело, что подобные Кукарек не могут привести к смерти еще не родившегося Евразийского союза, поскольку, еще раз повторяю, они не были обращены к Армении. Это разновидность торга с Азербайджаном. Но самое интересное во всем этом, Нурсултан Назарбаев понимал, что не назвать имени Алиева, и о письме Алиева, он не может. А назвать его получается так, что он как бы уступает часть лидерства или часть своих возможностей над тюркским миром, уступает Ильхам Алиев. Именно потому и прозвучало его пренебрежительное отношение к Алиеву, чтобы не возбуждать одного нашего товарища в Азербайджане. Для тех, кто знает хорошо восточный язык, общевосточный язык, я не имею в виду именно тюркский, вот те прекрасно знают, что слово возбуждать в подобном контексте, как правило, используют по отношению к ослу и собаке. Я ничего не преувеличиваю. Я даже могу анекдоты на эту тему рассказать, узбекские анекдоты, азербайджанские и так далее. Это действительно так. То есть вот это пренебрежительное и даже я бы сказал высокомерное упоминание Алиева вот в таком контексте, оно говорит об очень многом. И в том числе и об отношениях между Назарбаевым и Ильхамом Алиевым. Это отношение соперников, это отношение претендентов на единственную должность в данном случае. Поэтому я серьезно к этому не отнесся. Я понимаю, что это ничего не изменит в наших отношениях с Евразийским Союзом, в отношениях Армении. И понимаю, что это то самое круторекание, после которого рассвет и солнце сами решат, расцветать или нет. Петух в данном случае роли в этом действии не играет. Тем не менее, если говорить о Назарбаеве, продолжить мысль, то у этого Бая довольно-таки широко идущие планы. С одной стороны, он в таможенном союзе, большой союзник и друг России, с другой стороны, он приверженец большого пантюркизма. А пантюркизм это подразумевает и территорию России тоже. Он один из лидеров идеологии пантюркизма. И я бы его не включал в число друзей России, но хотя бы по той причине, что еще в 91-м 92-м годах 52% населения Казахстана были русскоязычными и стоят 43%, а 43% это русскими. Сегодня там их осталось менее 18% в речи о русских и 21% русскоязычных. А я еще дополню около 20% немцев там проживало в свое время в Казахстане. Большое количество немцев, но немцы уехали добровольно, как появилось в 90-х годах. Да, немцы уехали добровольно, причем это большинство немцев из Утики, из армянского региона Утика, это Ханларский район, Шамхорский район и так далее, их переселили в начале войны отечественной, переселили в Казахстан. Так вот, немцы уехали добровольно, что особенно север, северо-запад, северо-восток Украины, Казахстан, прошу прощения, это далеко не казахские земли. Буду говорить мягко. Да, северо-казахстанская это бывшая территория России, я тоже могу это в открытую сказать. Я преподавал историю Казахстана в Казахстане, об этом говорил и они об этом знают, хотя я не знаю, какова у них сейчас там идеология. Да, спасибо. Я вам больше скажу, прошу прощения, Вадим, то, что построили новую столицу именно на этих землях, это тоже был один из серьезнейших методов давления на русское население. Поскольку в столице, как правило, ну понятно, переезжает молодежь из деревень, переезжают административные какие-то аппараты, министерства и так далее, они были заняты казахами. Вот переселение большой части казахов из Алматы в Астану, то есть из тюркоязычного региона в русскоязычный регион. Это говорило, еще тогда я писал об этом, это показывало на цели тюркизировать русскоязычные регионы Казахстана. Да, спасибо, Агатим. Да, Левон Грантович, чтобы у вас тоже много времени не отнимать, с вашего позволения, наверное, последние два вопроса от наших подписчиков. Значит, Элеонора Сарксяна интересуется, вот была ситуация в конце января, когда семья из Азербайджана была вынуждена бежать в Армению, вот интересуется, Элеонора, как они вот сейчас поживают, есть ли у вас информация? Да, конечно, я часто встречаюсь с ними, и у меня на сайте есть несколько раз я писал об этих встречах, я часто встречаюсь с ними, они достаточно довольны своей жизнью, хотя я понимаю, что им все еще трудно, им выделили однокомнатную квартиру, в которой они живут, вот, информация у меня о них такая пока еще положительная, последний раз, наверное, дней 10 назад я с ними встречался, с Джавидом, который больше предпочитает, чтобы его называли Давидом, а не Джавидом, вот, человек рассказывал очень много, и почему ему пришлось бежать из Азербайджана, и как бежали они, и как сегодня он живет, они совершенно свободно гуляют по городу постоянно, вот, сейчас он ищет себе работу, с которой он мог бы справиться, учитывая его незнание армянского языка, активно изучает язык, я думаю, что, ну, где-то через годик он уже будет знать его в тех пределах, которые ему позволят работать, люди живут спокойно со своими детьми, их у них трое, вы знаете, вот, и отношение к ним соседей очень хорошее, кстати, там ближайшая их соседка оказалась старушка одна из Баку, которая знала его отца, ой, как судьба какая, действительно, судьба, и вот она все время там приходит к ним, и иногда, когда я приезжаю, рта мне не дает раскрыть, начинает расхваливать отца Давида, вот, так что, нет, там все нормально, хорошо себя чувствует, в общем, это здорово, спасибо, ну, и, наверное, последний вопрос, очень хорошую мысль сформировал наш подписчикам, давай я, наверное, дополню по поводу Давида, скажите, Ливон Грантович, а много ли у нас таких азербайджанцев перебежчиков? Нет, перебежчиков немного, вот был Мамед Бадир, Талыш, мальчик военный, он перебежал, потом, вот сейчас он живет в Европе, но он именно с этой целью и перебежал к нам, чтобы потом уехать в Европу, затем был мальчик, я прошу прощения, забыл его имя, тоже солдат, его и папа, и мама там достаточно удобно устроили с Баку, и было очень странно, что он перебежал сюда, он тоже недавно уехал в третью страну, я с ним встречался один раз, с Мамед Бадиром, Талышем, я встречался много раз и связи поддерживаю по сей день, других перебежчиков, которые вот, ну, за последнее время, конечно, я не знаю, хотя солдат было в одно время очень много, сейчас, после нескольких расстрелов, во время попытки перебежать к нам, они стали остережаться этого, их там в спину, им в спину стреляли, вот, но, собственно, азербайджанцы в Армении, конечно, есть, вот, я хотел бы об этом сказаться, поскольку очень часто азербайджанская пропаганда утверждает, что в Армении нет совершенно азербайджанцев, вот, у нас есть и на городе Арабахской республики есть, в том числе, и служат, правда, я сам видел и слышал, да, и в том числе и служат в армии, и в Армении их, я, правда, знаком лишь с двумя, не считая вот, перевесчиков, я, правда, знаком лишь с двумя, но, вот, еще есть третий человек, например, заслуженный тренер Армении, он учит наших ребят спорту, и Алиев, кстати, фамилия такая, вот, на Алиевых одних азербайджанский мир держится, говорящая фамилия, да, говорящая фамилия, вот, у нас есть азербайджанцы, но, вот, если говорить чисто о перебежьях, то последними по срокам была вот как раз семья Джавидов. Олег Угрантович, а какова судьба тех самых солдат той армянской семьи, которые, вот, показывали как-то на азербайджанском телевидении, что якобы они покинули Армению из-за трудной жизни и переехали в Баку. Они так и живут в Азербайджане? По последним нашим данным, да, их все еще держат в Азербайджане. Но это пленные, правильно, насколько я понимаю? Это военнопленные, безусловно, военнопленные. Для того, чтобы это представить, надо знать эту территорию. И они иногда плутают, оказывается, у нас и мы. Весной и осенью, а иногда и летом, там бывают страшные туманы. И речь идет о побережье реки Аракс. Там очень легко заблудиться, тем более, что расстояние между окопами очень небольшое. Это было и во время войны, это было и после войны. Там очень легко заблудиться, что и произошло с нашими ребятами. Теперь их там держат, ну, их, естественно, там запугали, их держат именно для того, чтобы показывать разным иностранным делегациям, вот как у нас, мол, хорошо живут армянские солдаты, перебежавшие к нам. В действительности, повторяю, это не перебежчики. Вот, когда Мамед Бадир перебежал, он к нам, он пришел в кармане вот с обращением. Помните знаменитое обращение лезвинских, талышских и аварских лидеров, молодежи? Он прибежал, вот, перебежал к нам с этим обращением в руках. Когда перебежал, вот второй этот солдат, имя которого я забыл, и с которым я встречался, правда, всего один раз, он перебежал к нам с белым платком в руках, не назову это флагом, но это платок был белый, вот, с высоко поднятым, причем умный мальчик, он шел так, чтобы, не буду говорить как, но шел именно так, чтобы не наступить на минус случайно. Вот, так что все это было и с их стороны, и с нашей стороны бывают вот всякие, но, повторяю, судьба этих ребят пока не определена, они еще находятся в Азербайджане, и мы очень мало о них можем узнать. Но Армения же, наверное, может их обменять, и вообще готовы их встретить, если те захотят вернуться на родину, а азербайджанцы их отпустят? Судя по всему, они хотят вернуться на родину, иначе их отправили бы в третью страну, да, и они бы написали, их бы отправили. Судя по всему, они хотят вернуться. Вот здесь как раз огромная разница между Арменией и Азербайджаном. Я не знаю ни одного случая, когда бы мы возвращали азербайджанского аскерта, солдата, в Азербайджан, и его не посадили бы там в тюрьму на долгий срок, от 9 до 14 лет. Я ни одного, то есть это было всегда, без исключения, кого бы мы не возвращали, почему мы не перестали их возвращать. Всех их сажали, вот тюрьмы, на очень долгие сроки. И я не знаю ни одного случая, когда возвращенный из азербайджанского плена армянский солдат хотя бы сутки просидел в тюрьме. Вот у нас вот такое взаимоисличающее отношение к попавшим в беду ребятам. В Азербайджане их сажают в тюрьмы, у нас, как правило, с ними обращаются только врачи для какого-то психологического восстановления и так далее. Понятно. Агафин? Да, вот к сожалению не сажают того, кого нужно. Вот, к сожалению. Да, классно совершенно. Ну, как я обещал, да, последний вопрос Левон Грантович очень такую хорошую мысль сформировал наш подписчик Юрий Вартанян, тоже кричащая, да, и имя, и фамилия. Да. Значит, пишет он следующее. У меня единственный вопрос, существует ли резерв добровольцев из среды армян, проживающих в других странах, которые в случае возникновения крупномасштабных боевых действий на территории Армении без всяких проволочек собираются по уведомлениям из диаспоры и направляются в Армению. Если такой резерв существует, то как в него вступить? Значит, я, не желая обидеть Юрия Вартаняна, я не буду отвечать на этот вопрос. Не буду, я думаю, что Юрий поймет, почему я не хочу отвечать. Я скажу так, Армения защищена армянскими бойцами. Это первое, прочно защищена и надежна. Второе, Юрий, если у вас есть вот такое желание, пожалуйста, свяжитесь с Востанопад-Инфо, со мной по обратной связи. И всю консультацию после некоторого времени я вам обязательно дам всю необходимую консультацию. На весь эфир я о многом говорить не буду в данном случае. Я надеюсь на понимание. Но еще раз я отвечу так, что Армения надежно защищена и защищать Армению готовы не только граждане Армении и Республики Арцах. Ну, вполне исчерпывающий на самом деле ответ. Спасибо, Левон Грантович, наверное... Есть еще последний вопрос уже от меня, потому что мы все говорим о каких-то там боевых действиях, об армии, о стрельбе, об оружии. Есть еще одно оружие, которое не менее важно. Это информационная война. Я не дожидаясь до конца вопроса отвечу. Хорошо? Я действительно всегда приветствую появление новых ресурсов на армянском, в армянском сегменте интернета. И я хотел бы давно, вообще-то, мне надо было даже написать об этом, ну, вот, пользуясь случаем, что сейчас нас слушают подписчики антитопора, я хотел бы приветствовать антитопор, поскольку начинает от самого названия, очень такого емкого и много объясняющего названия, и вся последующая деятельность антитопора, я ее могу только приветствовать, могу порадоваться и за вас, и поздравить вас вот с этим решением, и с этим планом, и то, что сейчас там делается. Антитопор действительно, прожив еще не очень долгую жизнь, я надеюсь, что это будет очень и очень долго, а вот пока еще как бы не будучи ресурсом с многолетним опытом, он уже занял свое прочное место в борьбе против той грязи, той лжи, и той нехорошей, неправильной пропаганды, которая ведется против Армении и армянского народа. Я не могу сказать от всех, я сейчас говорю сам, но вот от своего имени, как бы это ни скромно не звучало, я благодарю вас Вадим за всю ту работу, которую вы делаете в антитопоре и не только. Спасибо, Левон Крантович, я вот вопрос хотел как раз задать по информационной войне, а почему так мало к этому обращает внимание вот этой проблеме республика Армения, вы знаете, что вот например Азербайджан чуть ли не огромные деньги в это вкладывает, привлекает даже иностранных специалистов в эту информационную войну, которая сейчас происходит. Вопрос конечно же интересный и сложный, но во-первых у Армении как вы знаете нет той возможности и финансовых возможностей которые есть у Азербайджана, это первое. Второе, к сожалению в армянском обществе существует пока еще не изжитое мнение о том, что все все знают, это неправильная точка зрения это ошибка потому что никто ничего не знает вот это было бы правильнее надо обращаться с людьми с читателями с подписчиками со слушателями именно с этой точки зрения что никто ничего не знает и надо все объяснять к сожалению у нас пока этого нету то есть нам мешает первое отсутствие сравнимых с Азербайджаном финансовых возможностей второе может быть я сейчас скажу грубое слово но вот это армянское самолюбование некоторое да вот о нас все знают и все знают всю историю это не так историю мало кто знает то есть мы надеемся на чужие знания а это ошибка это ненужная ошибка надо надеяться на свои знания и наконец третье есть у нас в отличие от Азербайджана в Армении нету диктатуры то есть не может кто-то из сотрудников президентского аппарата или сам президент приказать всем писать одно и то же это невозможно даже представить в Армении в Азербайджане это происходит и читая азербайджанскую прессу очень часто создают впечатление что у них у всех одно мнение по поводу Арцаха по поводу армян-азербайджанского конфликта и так далее у армян опять-таки создается впечатление что тут разнобой многие сомневаются и так далее это это и минус и плюс армянского общества минус в том что создается мнение о том что у нас нету единого мнения по Арцаху а плюс в том что все же люди имеют возможность думать имеют возможность самостоятельно анализировать изгладать свои мысли на бумаге или в печателе ну в разных СМИ то есть у нас более раскрепо намного более раскрепощенное общество что я воспринимаю только как плюс при том что есть это имеет и свои минусы о которых я уже сказал а что касается того что мы проигрываем эту войну откровенно говоря это не считаю в количественном отношении да мы проигрываем там они печатают книги там издают новые газеты покупают каких-то политологов или делают из этих политологов но как правило это беспринципных людей покупают да это делается в качественном отношении я уверен что наши работы они гораздо более качественнее хотя бы потому что они опираются на правду нам нет смысла придумывать что-либо нам бы нашу правду довести до читателя этого было бы достаточно для того чтобы все полностью изменить да спасибо большое Левон Грантов Агасим да Левон Грантов спасибо очень хорошие правильные слова в конце вы сказали мы наверное отчасти как раз этим и занимаемся в антитопоре доводим пытаемся донести правду да и не только до азербайджанцев до чего грех отойдет да и до наших армян потому что зачастую не все знают правду вот еще раз хочу поблагодарить наверное и от своего имени от имени подписчиков за ту работу которую делаете вы вообще для нас для армян для всего народа вот хочу пожелать вам успехов в дальнейшей вашей работе вот и еще раз спасибо что приняли участие в сегодняшнем эфире и тебе спасибо Вадим Агастия Вадим я вас благодарю действительно вы делаете действительно важную работу я понимаю и условия в которых вы работаете это гораздо сложнее чем мне я то сижу у себя в офисе в Ереване и мне никто не мешает наоборот все это понимая я еще раз хочу сказать что я действительно рад антитопору рад тому что вы делаете и лично меня это на самом деле радует спасибо вам я очень надеюсь что для Диновас и другие наши армянские грамотные ребята подтянутся и начнут помогать точно так же от всей души и бескорыстно как это делаете вы жму ваши руки ребята и надеюсь на дальнейшее сотрудничество спасибо большое всего доброго Леон Грантович всего доброго